Владислав, приветствую вас, рады видеть. Друзья, добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Владислав, ну вот эти действия мы прекрасно понимаем, да, что и сейчас, судя по всему, что и Шойгу на днях побывал в оккупированном Крыму и определенные приказы, судя по всему, отдавал. То есть мы можем констатировать, что Минобороны в Шойгу и на сегодняшний день есть понимание того, что Украина будет продолжать бить по законным военным целям в Крыму, в частности, да, и по флоту, флоту, который находится в оккупированном Крыму, который на сегодняшний день является российским. Судя по всему, все-таки решение выбрать непризнанную территорию, непризнанную республику Абхазия, это как раз единое, что сегодня есть как вариант для России, но тут же стоит понимать, что это также может оказаться и будет, на самом деле, законно-военной целью для Украины. Я думаю, вопрос времени, когда наши ударные морские дроны Камикадзе получат такие технические характеристики, которые им позволят преодолевать достаточное расстояние, чтобы преодолеть до той самой базовой Ачемчирной территории, самой проголошенной Абхазии, морские мили. Я думаю, вопрос времени. Ну а то, что российское военное командование весьма нервно оценивает результаты российско-украинского противостояния в плане, и в части уничтожения кораблей российско-черноморского флота, это очевидно. Смена главкома военно-морских сил Российской Федерации смелая, смена командующая Черноморским флотом, визит Шойгу, временно оккупированный Севастополь, говорит о том, что не ищут пути решения создавшейся ситуации. А ситуация реально кризисного уровня. Россия уже не решается заходить в северо-западную часть акватории Черного моря, поближе к Одессе, Одесской области, но очевидно, они могут попасть в зону действия наших противокорабельных ракет, типа «Гарпун» или «Нептун», ну и, соответственно, наши дроны-камикады не дремлят. Плюс россиянам крайне сложно обеспечить логистику главной базы российско-черноморского флота в Севастополе. Не так часто корабли и одиночные в составе конвоев перемещаются от бухты Новороссийской в направлении севастопольских бухт. А это значит, что россиянам необходимо искать пути решения. Ряд этих путей были озвучены буквально на днях некоторыми ведущими экспертами. Речь идет о создании дополнительных групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и зенитными орудиями, и их планируется размещать на бортах тех самых кораблей, что движутся в акватории Черного моря. Речь идет об усилении боновых заграждений на входах в акватории, бухты и порты, там, где находятся российские корабли. Ну и, соответственно, поиск путей для мониторинга вводного пространства на акватории Черного моря. Это использование и вертолетов, и самолетов. Возможно, и дронов разведывательных для того, чтобы весьма и весьма щепетильно отслеживать перемещение всех ударных морских дронов. Но ведь и украинское производство не стоит на месте. В настоящее время наши разработчики находятся на финальных этапах уже испытаний подводных ударных дронов «Камикадзе». Я думаю, что вопрос лишь времени, когда случится так, что очередной российский корабль будет отправлен на Черное море именно благодаря воздействию таких новых конструкторских решений украинских сил обороны. Единственное, что о чем чирает, это временно неподконтрольная территория Грузии. Если условная «Магура» либо другие украинские беспилотники морского типа, скажем так, передадут привет туда российским кораблям военным, это может быть расценено как втягивание Грузии в войны. Потому что «Де Юре» — это территория Грузии, де факто, которая контролируется в том числе российскими оккупантами. Если тут, скажем так, вот такая проблема, ведь по идее это законная цель для украинских военных, с другой же стороны Грузия, которая вступает... Как вы это видите, Владислав? Туда приходит, например, украинский беспилотник. Что дальше? Я полагаю, следует разделять. Одна история, когда мы уничтожаем российские военные корабли, которые будут прятаться в бухте Атемчира, и другое дело, когда мы наносим удар с помощью воздушных дронов по инфраструктуре этой военной базы. В любом случае, определенный поиск компромиссов, в том числе дипломатическими каналами, будет найден. Ведь как для украинского народа, так и для грузинского народа Российская Федерация, ее армия является армией-агрессором. Буквально 30% территории Грузии было аннексировано в результате той самой войны 08-08-2008. Поэтому, несмотря на то, что сейчас провисится Грузия имеет достаточно неоднозначную позицию в отношении Москвы и в отношении нынешней российско-украинской войны, в любом случае, ничто не вечно под луной и, соответственно, определенная трансформация. В том числе и в принятии тех условий, в которые трансформируется мир в связи с нынешней российско-украинской войной. Это надо воспринимать как данность. Я не думаю, что это приведет до какого-то очень жесткого противостояния между правительствами, соответственно, Белеси и Киева. Давайте вернемся, собственно, к фронту, который находится на территории Украины. Мы начинали с заявления Руслана Музычука, это спикер Национальной гвардии Украины, о том, что в районе села Работина одна из самых горячих точек в целом на фронте, это Запорожская область, продолжаются активные бои, в том числе российские оккупанты пытаются вести штурмовые действия с юга и с востока в направлении украинского населенного пункта, сообщил спикер Национальной гвардии. Тем не менее, в украинском сегменте социальных сетей, экспертной среде, а также в российской среде, где-то, скажем так, не везде, но появляются массажи о такой себе стабилизации фронта. Но учитывая группировку российских войск, в том числе вот на этом направлении, южном направлении, о котором я выше сказал, можно ли говорить сейчас о том, что фронт стабилизируется, либо же прогибается под натиском одной или другой стороны? Я думаю, что если мы рассматриваем более детально ситуацию на Работинском направлении, то следует более внимательно смотреть на участок фронта в районе населенного пункта Вербовое. Хотя птически населенного пункта не осталось, от него осталось лишь одно название, а там сплошные руины. Российская авиация и артиллерия сделали свое черное дело, стерев буквально с лица земли. Это украинское село. Но тем не менее, россияне пытаются использовать свои численные материально-технические преимущества для того, чтобы ликвидировать тот самый плацдарм, он буквально размером 10 на 10 километров, который нам удалось захватить в ходе нашей летней контрнаступательной кампании минувшего года. Россиян ни шатка, ни валка, дела продвигаются не так, как бы им хотелось, продвижение на сотни, может быть, на несколько сотен метров. Россияне несут там огромные потери, но говорить о том, что они полностью владеют инициативой на этом участке фронта и вот-вот они полностью смогут ликвидировать плацдарм украинских сил обороны южнее от Работина, но, пожалуй, не следует. Уж слишком ожесточенно и синхронизованно и качественно ведут боевые действия бронетельного характера наше подразделение. Поэтому россияне могут рассказать все, что угодно, что вот-вот у них все получится, но не факт, что так оно случится. Но выделять исключительно Работинское направление в качестве единственной горячей точки на поле боя я бы не стал. Не менее сложная ситуация южнее от Маринки. Ожесточенные боевые столкновения продолжаются в Западне, это в Диевке. Боевые действия достаточно интенсивные проводятся в районе Бахмута. Мы уже можем говорить про Чесофьяровскую оборонительную операцию. В последнее время враг пытается атаковать наши рубежи позиций на Лиманском направлении. И лишь только на Купинском направлении наблюдается определенное затишье. Но я думаю, что это затишье перед бурей. Россия накапливает там соответствующие ресурсы, чтобы в удобный для себя момент пытаться атаковать наши защитные рубежи и позиции. В любом случае, мы даже сами понимаем, у россиян еще немалое количество ресурсов. И с учетом того, что они уже начинают вводить свои стратегические резервы, я думаю, они будут пытаться трансформировать эти резервы в какие-либо территориальные приобретения. Ведь очевидно, что ближайшие две недели для нас будет крайне сложной. Все мы вчера с вами слышали заявление министра обороны господина Умерова. Он говорит, что в течение двух недель произойдет отгрузка ожидаемых нами партий российских боеприпасов. А это значит, что тенденция, которая есть на сегодняшний день, соотношение одного украинского снаряда на семь российских, она будет сохраняться. То есть у россиян есть огневое преимущество на поле боя, которое они будут пытаться трансформировать в какие-то территориальные приобретения. Что из того выйдет, мы с вами увидим, потому как, я вновь повторюсь, ключевой фактор, который сейчас не позволяет россиянам обвалить нашу линию обороны, это мужество, стойкость и героизм наших воинов, которые в сложнейших условиях, с учетом и погодных условий, с учетом и не полностью готовых наших инженерных спецификационных сооружений на определенных участках фронта. Но, тем не менее, даже в таких условиях наши воины держат фронт. Три линии обороны, около двух тысяч километров оборонительных линий, о которых президент Украины Владимир Зеленский говорил несколько недель тому назад, они как, собственно, находятся ли они непосредственно на линии боевого столкновения? Как вот это физически в целом выглядит? То есть, и как они участвуют, эти линии обороны? Как я понимаю, фортификационные сооружения не везде, во-первых, сделаны. И там, где наиболее горячие точки, есть ли в целом эти в целом фортификационные сооружения? Я говорю, ну, во-первых, места размещения тех самых линий обороны – это государственная тайна. Понятно, что в нынешних условиях, когда активно используется в очереди спутниковая разведка, крайне сложно утаить от противника места размещения ключевых оборонительных рубежей. Но, в любом случае, этот процесс продолжается, и я не могу гарантировать, что на наиболее кризисных участках фронта все три линии готовы к полноценному и эффективному использованию. Он не готов об этом говорить, хотя, безусловно, официальный спикер заявляет, что работа продолжается в ударном темпе, достаточно интенсивно, и в перспективе достаточно скоро все эти мероприятия будут реализованы в полном объеме. В любом случае, динамику на поле боя мы можем оценить в том числе и через готовность, либо же неготовность тех самых оборонительных рубежей и позиций. То есть, там, где наша армия будет вынуждена проводить маневренную оборону, возможно, мы не успели полностью или по тем или иным причинам завершить строительство тех самых линий инженерных противокационных сооружений. Там, где линия обороны стоит намертво, соответственно, мы успели, мы подготовились, у противника нет ни единого шанса. Хотя, безусловно, противник пытается трансформировать, в том числе и активное использование авиации Российской Федерацией управляемых авиабомб, какие-то территориальные приобретения. Ведь разрушительная сила тех самых авиационных бомб достаточно и достаточно серьезно. Рытвенный акт взрывов могут быть глубиной и 5, и 8 метров. То есть, не всякое полевое фортификационное сооружение способно выдержать прямое попадание такой авиационной бомбы. А у россиян их немалое количество и достаточно активно они эти авиационные бомбы, управляемые авиабомбы, используют. Тенденции таковы, что даже профильный доступный к ней заместитель министра обороны Украины генерал Гаврилюк акцентирует буквально на то внимание, что россияне в последнее время кратно, в 16 раз увеличили интенсивность применения именно управляемых авиабомб. Тут возникает вопрос, а каким же образом противодействовать тем самым управляемым авиабомбам? Физически уничтожать их в воздухе, когда они уже находятся на этапе полета, а они, кстати, способны преодолевать от 40 до 60 километров в направлении наших позиций после пуска соответствующих направляющих под крыльев российских военных самолетов. Не решение проблемы, крайне сложно это делать. Поэтому необходимо уничтожать самолеты, носители этих самых управляемых авиабомб. И для этого у нас некоторые ресурсы имеют место быть. И речь идет про дроны-камикады. Они сейчас в основном выполняют миссию по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры Российской Федерации. Но, например, австрийский эксперт Том Купер считает, что более рационально эти дроны направлять на военные аэродромы. Например, как это случилось минувшей ночью на территории военной аэродрома вблизи Энглии, это Саратовская область. Случилось там несколько взрывов, пока еще нет верифицированной информации о последствиях взрывов, но я думаю, что буквально день-два появятся спутниковые снимки, которые нам позволят оценить результативность такой атаки. А я напомню, что расстояние до аэродрома Энглии порядка 600 километров от нашей территории. Да, Владислав, ну действительно, тут затронули несколько уже даже аспектов. И тут нужно что-то как-то решать, эти вопросы связанные с управляемым бомбами. Потому что то, что сейчас происходит и в Сумской области, и на Сумщине, где вот президент Украины, да, уже я озвучил цифры от украинских военнослужащих, да, как он сказал, что в март месяц он действительно стал в плохом смысле это слово рекордным в этом вопросе, потому что 200 управляемых бомб только на Сумщину российская авиация скинула. Поэтому действительно то, что там происходит, об этом стоит говорить, на это стоит акцентировать внимание, и президент об этом говорит. Поэтому спасибо, что вспомнили этот момент. Ну вот и в продолжение тогда нашего с вами обсуждения еще хочу один момент затронуть. Мы уже говорили о том, что все-таки есть законные военные цели для Украины. Я так понимаю, что все-таки есть понимание у Кремля также, что Керченский мост будет тоже под атаками. Поэтому не зря Путин вот тут заговорил о восстановлении железнодорожной ветки Ростов-Донецк-Мариуполь-Бердянска, которая, как он говорит, в перспективе дойдет до Севастополя, и станет альтернативой, но он говорит Крымскому мосту и так далее. Также он сообщил о том, что восстановлена все-таки эта железная дорога, мы продолжим эту работу. Скоро железнодорожные составы поедут прямо в Севастополь, и это будет альтернативная дорога вместо Крымского моста. Скажем так, это еще будет один вариант, как можно логистику дополнительно себе улучшить для российской армии. Либо же все-таки действительно, я так понимаю, что это станет не просто альтернативой, а это станет заменой, возможно, все-таки Керченский мост, хотя закрыть его наверняка не могут надолго, но все же, по вашему мнению. Я думаю, что Владимир Путин, мягко говоря, лукавит. Нет еще прямого железнодорожного сообщения между Мариуполем и Бердянском. Процесс строительства железнодорожной ветки, которая будет соединять Мелитополь с Мариуполем вдоль северного побережья Азовского моря, еще находится на этапе строительства, хотя темпы этого строительства весьма и весьма динамичны. И, в принципе, таким образом россияне пытаются в определенной степени обезопасить свою логистику. Ведь мы помним, что именно с помощью железнодорожных перевозок осуществляется основная часть логистического обеспечения российской оккупационной армии. Независимо от того, где она действует, на юге Херсонской области, на юге Запорожской, либо же на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. Да, безусловно, у российских генералов есть все основания, тревожные основания считать, что в нынешнем 24-м году Керченский мост не устоит. Уж слишком серьезно взялись за это сооружение наши спецслужбы, украинские силы обороны, поэтому я думаю, что вопрос времени, как скоро он будет разрушен. И его железнодорожная, и автомобильные составляющие. Но россиянам по-прежнему нуждаются в достаточно стабильной и массированной логистической развязке. И, соответственно, для того, чтобы обеспечить функционирование этого процесса, они пытаются ударными темпами построить ту самую железнодорожную линию. Почему, кстати, именно вдоль кромки Азовского моря? Потому как украинская артиллерия весьма-весьма эффективно работает по объектам железнодорожной инфраструктуры, к примеру, в районе железнодорожной станции Волноваха. Россияне до сих пор не приступили к восстановлению этого железнодорожного узла, потом понимают, что их усилие будет тщетное. Наша ствольная артиллерия способна превращать в груду металлова все усилия противника в части восстановления этого железнодорожного сообщения. До северного побережья Азовского моря мы не достаем. Соответственно, они пытаются буквально по кромке провести ту самую железнодорожную линию, чтобы ее затем использовать для стабильной и бесперебойной логистики российского оккупационного контингента, действующая на юге Херсонской, Запорожской области и, соответственно, в Крыму и Севастополе. Еще один аспект. Владислав, вы уже говорили о том, как беспилотники известного и неизвестного происхождения прилетают на российские военные, не только объекты, на территории Российской Федерации. Директор департамента по развитию газовой промышленности Министерства энергетики России Антон Артем Верхов заявил о том, что парламент России, правительство Российской Федерации рассматривает варианты с прикрытия стратегических энергетических объектов зенитными комплексами «Панцирь-С1». Самое важное, что нужно сказать о «Панцирь-С1», большая часть которых ныне находится на территории Украины и либо же защищает приграничные регионы, где там может быть, опять-таки беспилотников неизвестного происхождения. Откуда брать «Панцирь-С1» для прикрытия энергетики российской? Неужели оттягивает с фронта? Просто учитывая информацию, которую распространяет в том числе издание «Блумберг» со ссылкой на Михаила Федорова, это министр цифровой трансформации Украины, человек, который, по мнению «Блумберг», курирует направление производства дронов в Украине. Федоров говорил, что количество дронов дальнего действия будет беспрецедентным. Откуда «Панцирь» брать? Вы, как обычно, ставите неудобные вопросы. В этом случае для правительства Российской Федерации нет тех самых свободных в обращении «Панцирь», которые можно перебросить для того, чтобы прикрыть огромное количество объектов критической энергетической инфраструктуры в середине Российской Федерации. Поэтому, как вариант компромиссный, возможно, будет снимать долговременное охранение старой еще советской разработки системы ПВО типа Тунгуска или Шилка. Но не факт, что они находятся в боеготовом состоянии, в рабочем состоянии. Либо же будут использовать подразделения, то есть самые вневедомостные охраны, которые с помощью пулеметов или иного стрелкового оружия будут пытаться сбивать те самые неизвестные дроны «Камиказы». Насколько эффективна такая деятельность, мы с вами неоднократно имели в этом возможность убедиться. Но то, что россияне сейчас сталкиваются с беспрецедентными проблемами в части прикрытия ключевых стратегического уровня объектов, это очевидно. Что россиянам важнее прикрывать? Военные объекты? Объекты военной инфраструктуры? Объекты российского оборонно-промышленного комплекса? Или те объекты, которые позволяют зарабатывать России валюту? В том числе пополнять российский бюджет, в том числе его военную часть. В общем, проблем у россиян немало. Ресурсов, чтобы разрешить одному моменту все эти проблемы, пока не хватает. Что будет дальше? Мы с вами являемся свидетелями этой истории. Но то, что украинские силы обороны системно и методично работают над тем, чтобы максимально ослабить не только военный, но и экономический потенциал стороны агрессора, это очевидно. Еще один аспект. Мы сегодня о нем говорили в эфире Freedom. Это ситуация в селе Козинка. Это Белгородская область, Грайворонский район. Коллеги, если можем, давайте сейчас покажем видео из этого населенного пункта. Это село, чуть больше на тысячу человек я посмотрел, хотя последняя перепись населения была еще в 2010 году, но сомнительно, что количество людей, которые там проживают, оно сильно изменилось. Вот так выглядит сейчас село Козинка, Белгородская область и Грайворонского района. Интересно, для наших зрителей с территории России я поясню, что именно вот таким образом, вот как перед этим, выглядит большинство населенных пунктов моего родного региона Донбасса. Это Маренко, это Счастье, это Станица Луганская и многие-многие другие, Бахмут и Авдеевку я даже не вспоминаю. Это только те населенные пункты, которые на слуху. Банальный вопрос, но, как мне кажется, его стоит объяснить для наших зрителей, в том числе, которые проживают на территории России, либо же общаются с россиянами, которые верят в российскую пропаганду. Почему российская армия таким образом действует со своими же населенными пунктами? Это ведь не Донбасс, который надо защищать якобы. Это ведь не Сумская область, территория противника, да, как говорить, вот в военном плане, если так можно говорить. Это населенный пункт Российской Федерации. Почему вот такое же отношение к нему? Владислав, я добавлю только, это фабы, фабы. Наши зрители могут почитать, что такое фабы и как они действуют. И я, собственно говоря, повторю тот же тезис, который вчера озвучил своим родственникам, которые проживают в той же Белгородской области, только в соседнем Шебекинском районе. Они пытались меня приказать в том, что вот украинская армия обстреляет своими артиллерийскими снарядами ту самую казинку. И я им объясняю, это не артиллерийские снаряды. Во-первых, у украинской армии крайне мало артиллерийских снарядов, чтобы их использовать для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации, не по военным объектам. Второе, глубина воронок такова, что очевидно, что это последствия прилетов фугасных авиабомб. В боевой части 250, 500, 1000 и даже 1500 килограмм. Поэтому не может быть никаких разночтений и недопониманий. Очевидно, что российская армия, пытаясь ликвидировать бойцов повстанческих подразделений Легионы Свободы России, Сибирская батальона РДК, наносит удары по тем населенным пунктам, где проживают обычные граждане Российской Федерации. Ведь Путин и его окружение абсолютно все равно на так называемые сопутствующие потери. И среди мирного населения. Сколько жителей, мирных жителей Украины, Российская Федерация погибнет в результате таких авиационных ударов, им все равно. Им важно достичь результата. В этом случае идет речь про уничтожение бойцов этих самых повстанческих подразделений, которые своим примером демонстрируют всем жителям Российской Федерации, что вооруженное сопротивление режиму Путину вполне возможно и она весьма-весьма эффективна. Сложный был разговор с родственниками, но надеюсь, что мои доводы услышит наша аудитория и они окажутся достаточно такими действенными. Люди, которые читают новости, там РИА новости, заявления Минобороны, Российская Федерация, люди, которые погибли в Белгородской области, в самом Белгороде, Курской области, должны, мне кажется, делить, во-первых, на два, а то и на десять. И задумываться. А возможно, вот массы же о погибших людях идут из-за того, что российская армия, как всегда, коряво, не умея, бьет по своим же населенным пунктам и убивает своих же граждан своими же фабами, либо кабами, либо тем, что сейчас сыпется на российских добровольцев. Никто этого же не может сказать. И сомнительно, что Коношенков об этом в открытую скажет. А еще вот такую тему хотели с вами обсудить. Владислав, в Пентагоне прокомментировали красные линии для Украины в использовании истребителей американского производства F-16. Патрик Райдер накануне, это спикер Минобороны Соединенных Штатов Америки, говорил, а если в целом вот эти красные линии для Украины, информация распространена в том числе благодаря телемарафону всеукраинскому, еды не новына, говорится о том, что они не должны... Красная линия, которая вот предоставлена, собственно, для Украины, это то, что F-16 должны действовать только на территории Украины. Но видя, как меняется позиция украинских партнеров, как вы видите, в принципе, будут ли эти красные линии передвигаться за территорию Украины, скажу таким образом? Уверяю вас, для истребителей F-16 и того ракетного вооружения, которое они будут нести на своих крыльях, более чем достаточно боевой работы будет на временно оккупированных территориях нашей страны, над акваторией Черного, Завского моря, на юге Запашуровской и Херсонской областей, на территории родного Донбасса, на территории Луганщины, в Крыму и Севастополе более чем достаточно будет той самой работы. Ведь вычищать ту самую оккупационную нечесть нам всем предстоит достаточно долго. Уж слишком много набрело всяких разных, не ругаться матом, представителей Вооруженных сил Российской Федерации. Их число в настоящее явление равняется цифре порядка 460 тысяч. Поэтому работы у наших F-16 будет впереди немало. Плюс они еще выполняют еще одну очень важную миссию. Они прикрывают зонтиком ПВО всю территорию нашей страны. И поэтому я соглашусь с позицией уже бывшего спикера командования воздушных сил полковника Юрия Игната. Для того, чтобы украинская армия имела мощнейшую авиационную компоненту, нам всего это и надо. Тех самых истребителей F-16 порядка 130 единиц. Владислав, вам огромное спасибо всегда за участие в нашем эфире. Увидимся. Владислав Селезню, военный эксперт, был с нами на связи. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш телеграм в описании.